Выйти с достоинством из противостояния с администрацией тюрьмы для любого законника весьма непростая задача. Не все проходят эти испытания с честью, теряя по дороге свой титул и авторитет. Звиадий родился в 1973 в Кутаиси. С детства имел криминальные наклонности и организаторский талант. В 92 в возрасте 19 лет сел в тюрьму на один год за ношение незарегистрированного оружия. Впечатлил сидевших вместе с ним авторитетов тем, что побил охранника, который его оскорбил. За этот поступок Звиадий был отправлен в карцер, зато потом его встретили как героя и вскоре приняли воровскую семью. А свое прозвище авторитет получил благодаря мощной фигуре и росту. В середине 90-х Джин Чирадзе, как многие другие грузинские воры в законе, перебрался в Москву. Сначала он работал на других законников и ходил от их имени к предпринимателям выбивать дань. В 99-м он был заподозрен в убийстве одного торговца. Оперативники нашли авторитеты в Санкт-Петербурге, где горилла руководил группировкой, который занимался скупкой краденого антиквариата и ограблением квартир. Авторитет был арестован и отправлен в СИЗО Кресты, где тут же организовал тюремную голодовку, протестуя против качества кормежки. Зачинщика бунта тут же отправили в Москву. Однако дело развалилось, поскольку запуганные свидетели стали отказываться от своих показаний, и горилла вновь оказался на свободе. Через пару месяцев после освобождения Джен Чирадзе задержали и обнаружили при нем наркотики. Суд назначил полтора года поселения. В 2004-м авторитет освободился и вернулся в Питер. По дороге в поезде он стал дебоширить, ругаться, и охрана состава была вынуждена успокоить авторитета с тезоточивым газом и сковать наручниками. В Питере горилла взялся за старое. Собрал группировку, стал заниматься автоугонными и квартирными кражами. В мае 2005-го его с подельниками поймали с поличным в чужой квартире. Пока шло следствие, авторитет не раз пытался организовать бунт и массовые беспорядки, за что постоянно сидел в карцере. В 2007-м его приговорили к восьми годам заключения. Прибыв в колонию в Минусинске, Джен Чирадзе по каким-то причинам скрыл свой статус от сокамерников и отказался подтверждать его перед тюремщиками. Он выполнял обязанности дежурного и отчитывался перед проверяющим. Убирался, делал все то, что вор в законе делать не должен. А в итоге вступил в секцию дисциплины и порядка и стал доносить на тех, с кем делил камеру. Когда его побил один из сидельцев, горилла написал заявление и в итоге было заведено дело, в котором авторитет выступил потерпевшим. Все это привело к его раскранации. И вскоре Марат Сухумский принял соответствующее решение. В конце августа 2009 Джен Чирадзе был обнаружен в своей камере, висевшем в петле. По его же словам он стал никем и по всей видимости не смог это пережить.